Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о создании мирного атома, или другими словами, ядерной энергии. Первые проекты в атомной энергии носили, увы, не мирный характер. В 1941 году США приступили к изобретению атомного оружия, которое они использовали спустя 4 года для уничтожения японских городов Хиросима и Нагасаки. Вскоре советский академик Игорь Курчатов зажег в Европе первую цепную ядерную реакцию. СССР и США задумались о создании уже в мирных целях атомной энергии, приступили к исследованию и испытанию возможного ее применения для выработки энергии еще в 40-е годы, также для использования в повседневной жизни. Значительное влияние на развитие отрасли оказала вторая международная конференция по мирному использованию атомной энергии. Она состоялась в городе Женеве в 1958 году. Советские академики, доктора наук, профессора представили свыше 200 докладов. 16 июля 1973 года внесли в эксплуатацию энергетический реактор в городе Шевченко. Был запущен первый реактор Ленинградского АЭС. Активно велись исследования мирного применения ядерной реакции. На Балтийском заводе строились атомные ледоколы. Также США и СССР задумывались уже о создании именно мирного атома в мирных целях и возможность его применения в быту. Зубная паста, рентгеновая примерочная для обуви, ионизирующая косметика, радиоактивные лекарства, цепь болезней и набор для детей и юные атомщики. Во главе коллектива разоборщиков СССР стоял упомянный Курчаков. Именно советские обминские АЭСы было суждено стать первой на земле атомной электростанции, подключенной к электростике сети. В 1957 году Курчаков во время своего визита в Англию призывал ученых всего мира работать по направлению мирного использования энергии атома. Он продавил эту идею в Советском Союзе. В 1958 году была введена электростанция Сибирской АЭС. Через 8 лет Белаярской имени Курчаковой и Новорожденской имени 50-летия СССР последние две существуют и по сей день. Решение об их строительстве было принято еще в 1955 году. Правительство СССР Нововоронежская АЭС отличается от уже существующих станций редактором Нового Вода Водяного Типа. Основой проектирования таких редакторов разрабатывались большие группы ученых по главе с академиком А.П. Александром под руководством Курчанова. Из-за своей формы он получил оригинальное название «Гузинский кушин». Активно велись исследования мирного применения язерных реакций. На Палтийском заводе строились атомные ледоколы. В 1986 году был скучен аудо-ледокол. Это крупнейшая магнитная транспортная судна с атомной силовой установкой. Строительство таких станций позволило расширить энергетические ресурсы, что способствует сохранению ресурсов органического топлива, как газ, нефть, уголь. Снижает стоимость энергетической энергии. Это важно для районов, которые удалены от источников топлива. К тому же 1 кг урана дает энергии, получаемого из 60 тонн нефти и 100 тонн угля. Многие отказываются от ядерной энергии из-за возможности крупной аварии. Кто-то еще помнит аварию в Чернобыле. По этой причине сейчас в мире отказываются от урана и плутония в пользу тория. Ториевые реакторы безопасны и в них реже случаются взрывы, так как ядерный распад легко контролировать. В настоящее время в России функционирует более 400 предприятий и организаций, относящихся к атомной отрасли. Россия обладает одним из самых крупнейших и конкурентных атомных технологий на планете и способна обеспечить весь цикл производства АЭС, начиная от добычи топлива и заканчивая обслуживанием станции. Рассмотрим учебный набор Плутон с радиоактивными элементами, а именно Кобальт-60. Период полураспада составляет приблизительно 5,5 лет. Стронция-90. Период полураспада стронция составляет приблизительно 29 лет. Следующий элемент у нас Натрий-22. Его период полураспада составляет приблизительно 3 года. И последний. Плутоний-238. Период полураспада составляет приблизительно 88 лет. Используя дозиметр, измерим радиоактивность стронция-90. То есть, как мы видим, уйдет увеличение активности. То есть, радиоактивность данного элемента составляет приблизительно 11 беккерелей. То есть, число атомов распады за секунду. Продолжение следует...